В Хасавюрте продолжается реализация проекта «Гамзатовские строки» на карте Хасавюрта. 20 апреля литературный праздник прошел в средней школе номер 19 и в гимназии номер 3. Первым объектом посещения участников марафона 19-й школы стал памятник боевой славы «Танк Т-72», установленный в честь героя Советского Союза Ильмурзы Беймурзаевича Джумагулова. Тема Великой Отечественной войны для Расула Гамзатова стала самой главной, поскольку поэт испытал на себе боль-потерь. На войне погибли два его старших брата. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых непришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых головлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому ли так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Далее участники марафона вместе с гостями направились к центральной мечети города, как одному из значимых объектов. Тема религии очень тесно была переплетена с творчеством прозаика. Самое основное торжество, посвященное 95-летию поэта, развернулось в самой школе. Гостям был продемонстрирован Краеведческий музей. Тема детства для Расула ассоциировалась с любовью к матери. Став первым словом в год наш колыбель, Оно порой входило в дымный пыль, И на устах солдата в час или в тень. В последнем словом становилась трубка. На это слово не ложатся тени. И в тишине заверна потому, Слова другие, преклонив коллеги, Желаем исповедоваться иду. После посещения всех объектов выстроенного маршрута, эстафету передали гимназии номер 3. Началом точки отчета Краеведческой экскурсии была сама гимназия, где юные участники вместе с педагогическим составом поприветствовали гостей мероприятия красочными выступлениями. Далее участники последовали к расположенному рядом с гимназией мечети, а после направились во дворец спорта имени Гамида Гамидова. Расул Гамзатов был большим ценителем спорта, восхищался и радовался достижениям своих земляков, которые прославляли Дагестан на мировой арене. Все знают, что Расул Гамзатович Гамзатов ввиду своей мировой известности побывал во всех уголках земного шара. И совсем не случайно его нарекли поэтам аула и планеты. Но куда бы ни забрасывала его творческая жизнь, он всегда с нетерпением ждал возвращения домой, в родной Дагестан. Много путешествовал Расул Гамзатов, посещал памятные места своей страны и не только. Во многих странах мира летели его журавли. Где же с ним в гостинице он останавливался при встрече с разными людьми. В таких гостейных зданиях находил приют известный поэт после тяжелых перелетов или переездов. Именно здесь он брал верх над усталостью, собирал свою мысль в единое целое после рабочих визитов. Да, немало всего перевидал Гамзатов, немало на счету знакомств с известными людьми, немало сменил гостей в зависимости от места своего пребывания. Но родная земля всегда дорога будет. Далее экскурсанты последовали на улицу, названную именем Героя России, полковника милиции Арзулума Ильясова. Арзулум Ильясов погиб 15 января 2005 года при исполнении служебного долга. Много лирических произведений Гамзатов посвятил героям-дагестанцам, отдавшие жизни, встав на защиту Родины. Заключительным этапом литературного марафона стала встреча с министром промышленности и энергетики Республики Дагестанца Гитпашою Махановым, который очень хорошо был знаком с Расулом Гамзатовым. Самым главным вопросом для политического деятеля, заинтересовавший участников творческого состязания, был, как и когда министр познакомился с великим поэтом. Уважаемый Санит Пашатаревич, при каких обстоятельствах состоялась Ваша первая встреча с Расулом Гамзатом? Это было давно-давно, когда я еще был тренер, я еще не был даже управляющим дизайнер, однако, меня Расул Гамзатович пригласил к себе домой. Он, думаю, в 90-е или 89-е год был. Познакомиться. Я пришел к нему домой. Это было после того, как я привез пятерых чемпионов Европы, в будущих трагогов. Это с Хасаюта все пятерые были мои ученики. Это никогда не было. И лучшим в стране Европы меня признали. Вот он пригласил к себе домой. Сели мы с ним за столом, познакомились. Он посадил рядом жену, когда еще живая была. И начали спрашивать у меня, как Хасаюте. Я ему рассказывал все, что мы как в одной семейке говоримся. В спокойной дружественной атмосфере Сагид Пашаумаханов рассказал гостям очень много интересного о жизни и творчестве поэта. О том, как Расул Гамзатов был частым почетным гостем всех общественно значимых мероприятий северной столицы. По завершению литературной эстафеты главный инициатор марафона, депутат Народного собрания Республики Дагестан Якуб Маханов поблагодарил всех за активное участие в реализации проекта. Бика Сулейманова, Пермагомед Пермагомедов, информационная программа Пульс.